Может быть. Но в любом случае, то есть у тебя сзади теперь фон есть, по которому легко определить, кто теперь Рейден, кто теперь Дайан. Ну вот, а раньше было наоборот. И не нужно думать. Ты просто трон. Просто трон, да. Ну вот, Visage сенкинг Луна будут у ВГ Юнити, у Минески это Найт Сталкер, Джакиро и Пак. Ну, драфты я бы не сказал, что прям сильно от той предыдущей, чем, можно сказать, мета отличается. Хотя, вроде, патча-то не менялся особо. По патчу-то не было. Визаж, если что, на секундочку, топ винрейт на брекете 5К+. То есть в паблике он просто разносит. А что насчет просто цены? Ну, на просто цене чуть похуже, но, опять же, здесь, скорее всего, связано с тем, что на просто цене его просто слишком редко пикают. И пока не совсем определились, с какой ролью хотят его видеть. Стал он появляться на центральной линии, а раньше исключительно бегал на 4-5 позиции. То есть, допустим, Флай бегает на 5-й. Помнишь, тот же Дак, допустим, бегает, ребята, на самом интернешнл, там тоже лил, не лил, на 4-й позиции. Сейчас зачастую стал в центр героя ходить. И вот из-за этого у него постоянно все меняется в плане винрейта на проэссене. А в паблике, то есть, его только в центр сейчас ставят. И пикрейт у него, ну, не самый большой все равно. Но винрейт хороший. Здесь, я думаю, Визаж в центр уже не будет. Здесь будет Dragon Knight, Luna Kakery, Sunking Vistage. Ну, может быть, будет парочка из суппортов. Меня интересует, на ком будет играть скрин. Неужели на Sunking? Ну, вчера он играл на Night Stalker. То есть, это значит, что он остался на 4-й позиции, поэтому вариантов тут не очень много. Либо сейчас герой появится, может быть, Глазпик оставил себе, и Визаж будет 5-й позиции. Либо сейчас появится еще один герой в оффлейн, и тогда Sunking 4-я позиция вперед. Ну, Sunking еще больше похоже на правду. Конечно, не верю в то, что скрин сможет хорошо отыграть на Vistage. Не, ну, может быть, он сможет, но просто я не видел на практике, как он исполняет этот герой. Не, они могут сделать Скорпиона в сложную, Визажа 5-ка, и еще одного героя, наверное, уже для скрина. Спиридбрекера? Я вижу, да, что Спиридбрекер не в бане, поэтому... Просто, опять же, так получилось, что довольно часто на скрина попадал в плане комментирования, что вот где-то его игры были. И известен данный персонаж тем, что он постоянно пикает себе ласт-пиком героя. То есть многие капитаны, знаешь, вот это вот, типа, ну, я буду страдать, но команда выиграет, мы готовы это принять. И поэтому распикивай так, что у тебя Корпозиции получают ласт-пики, и их поэтому не могут контрпикнуть. А вот скрин зачастую, по крайней мере, правил себе герой пятый строчкой. И следовательно, у них Корпозиции садились очень рано, и их всегда контрпикали. Ну, не стоит забывать, что помимо вот этих самых известных, сигнатурных, так скажем, его героев, Найт Сталкер и Спиридбрекер, еще присутствует Тускар, например, в пуле. Его в том числе тоже могут использовать в Варьеросгейминге. Тускар по винрейту и там, и там проседает, и в паблике, поэтому... Пока, опять же, патч достаточно долго уже находится, чтобы выборка была большая, и чтобы показать, что данный герой не очень хорош, либо его совсем и так используют, как должны. Ну, вот я вижу то, что в групповой стадии, по-моему, брали в ГЮнити разок от Ускара, если не ошибаюсь, но проиграли. Во-во-во, герой с худшим винрейтом на 5к плюс в Брэхете. С худшим? Появился. Да, это самый плохой герой, то есть, винером винрейт больше в паблике. Даже так, бедняжка Медоза. Она просто, я не думаю, ситуация будет получше. Нет, она просто совсем по-другому, но вот, понятное дело, что это совсем разные вещи, но просто вот интересно посоравнить, как это все выглядит, потому что у нас получается топ-герой будет играть против бот-героя. Андерлорд, это то Флэйн, да, скрин на Сент-Кинге. Ну, вот пока мы это обсуждали, о том, на ком будет играть скрин, там самое интересное, знаешь, что происходит сейчас? Так. Митяй. Муж на Медузе? Нет! Митяй, нет! Так, давай расскажи. Еще одна попытка. Вот самое интересное сейчас происходит. Я вот прям, я ждал этого сегодняшнего дня, я ждал Минески только из-за этого. Скажи мне, что будет самое интересное в этой игре? Да, Винтер Виверна в сложный? Да, 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 черт возьми, да. А Тайс Айс Айс, это фирменная его новая Винтер Виверна в сложный. Это же Баян, это уже не классика. Да у как это Баян, ну подожди, этого еще на просцене не демонстрировали толком. Алло, это же Айс Айс Айс, это тот самый парень, который, когда они еще приезжали на Старладер в Киеве, где он там получил сразу то, что играл без носочков или без формы, без чего-то там, уже исполнял в сложный на любом герое. То есть он просто сидел и говорит, так, парни, у меня вот этого, и шел в сложную. И Винтер Виверна, не знаю, была там от него или нет, но я готов назвать еще пару героев, которые там были. Его исполняй, которые обычно в сложную не ходят. То есть это тот парень, который поиграл свою карьеру на всех позициях и на всех поступал хорошо. То есть он был и пятой позицией, четвертой, третий, второй, первый. Поэтому Винтер Виверна почему бы и нет? В таланте прослеживается такая штуковина, что у них, возможно, если игра затянется в лейд, будет очень сильная трипла, скажем так, Медузу, которую не убить, два героя, которые стреляют за тысячу плюс. ТХД и Винтер Виверна. Возвращаясь к вопросу от SSS, конечно, в его таланте, таланте Дэрила я не сомневаюсь вообще, но вот то, что он показал буквально вчера, опять-таки, на Старладере, на этой Винтер Виверне, сложно ее... Ну, вот честно, я на просто не видел. Может быть, ты, конечно, уже такой парень, который это все посмотрел, делал? Не помню, не помню, что прям Винтер Виверна стояла соло сложную, то есть до дабло часто ходили. Опять же, Китай в том году, вот еще, ну, новый соло начался, будем считать, что прошлый год был, тем годом, часто брали, например, даблу в Виверну плюс что-то или ТХД плюс что-то сложное, то есть была даже стратегия у них постоянно, то есть ферст пиком ТХД, вторым пиком Скорпион уезжали, это вот была для них любимая дабла долгое время. Вот, да, но конкретно Винтер Виверну, конечно, никто не показывал, сложный, как настоящий оффлейнер, как герой третьей позиции, и вот буквально вчера это сделал iSizeSize, я специально там зашел ночью уже буквально, когда готовился трансляции, нашел этот реплей, скачал его, смотрел, что происходит, ну, я просто был поражен, насколько, насколько силен оказывается этот герой в Интер Виверну, когда раскачивается как кор-герой, играет он через Мидас в той карте, опять-таки, напомню, играл через Мидас, через Молнии, через Солринг, через Фейсбутс, потом в самом конце покупал себе Аганим, ну, в общем, в Интер Виверну это была проблема для клатчей, клатч эту игру проиграли в часовой, в часовом противостоянии, и я думаю, что вот если еще пару раз это в Интер Виверну зайдет к iSizeS, это будет прям чуть ли не респект бан для этой команды в будущем. Ну, не знаю, мне нечего кажется, что в Интер Виверну, что лич с этими талантами на урон и так далее, они могут вступать в роли коров, но слишком поздно у них этот талант доступен, и поэтому тяжело реализовать героя при правильной игре против него. То есть против Интер Виверна ты вот ее видишь, ты можешь набрать героев, которые будут там БКБ собирать, эту игру не будут давать ей фармить. Вот, видишь же, они сейчас опять поставят Интер Виверна в левую линию. Ну, против Интер Виверна действительно легко будет стоять. Ну, в принципе, допустим, первый уровень или второй, может быть, еще она будет стоять, потому что у нее урона очень мало, 40 базового. Сперост интеллекта неплохой, 3-1. То есть аппинца там третьему, четвертому уровню уже будет восхитить. Но вначале вот Интер Виверна за счет пассивки и прочего будет иметь возможность подденайть неплохо так на этой линии. Слушай, ну вот все-таки мы увидим скрин на Виседже. Я думал, что такого, ну, вряд ли произойдет в игре, когда есть там Сен Кинг, например, как выбор. Взял он все-таки себе этого персонажа, будет исполнять на суппорт Виседже, капитан команды. Посмотрим, сколько хорошо он справится. Ну, видишь, работает над собой. Все это, на самом деле, правильно. Да, полгероев должен расширяться, безусловно. Должны мы знать его как не только великолепного спиритбрейкера и Найт Сталкера вместе с Тускаром, но вот еще, например, как Виседжа. Но самое главное, конечно, как капитана, потому что управлять вот этой вот разношерстной командой, где у тебя игрок из Сингапура, и Ордании, Австралии, еще и филиппинец заехал, и ты тут с Россией такой, э-э-э-эй. Здорово. Здорово, да, ребята, это я. Вот слушайте меня, я буду вам ими управлять сейчас. На самом деле, ему же вдвойне некомфортно должно быть, потому что далеко не русскоговорящий. Далеко. Весьма далеко. Совсем далеко. То есть, опять же, помимо всего прочего, еще полуязыковый барьер, потому что, ну, приходится управляться теми знаниями, которые у него есть, языка. Посмотрим, посмотрим, как получится. Посмотрим, что Айсайсайс неплохо справляется с тем, что просто харассит. То есть забил на крипов, просто бьет андерлорда. Ну, эта раскачка будет через первую-вторую. Айсайсайс не любитель вообще прокачивать колдембресс, стоя на оффлейне. Хватает ему, в общем-то, и Арктик Бёрна, и Спринтер Бласт. Причем Спринтер Бласт ставится у него в приоритет. На седьмом уровне, на четверку он старается его выкачать. Подобный скилл билд он практиковал также и в пабликах, безусловно. То есть, он сперва это опробовал в паблик матчах, потом привнес на прост цену. Так что, думаю, изменять своему скилл билду особо он не будет, как и, в общем-то, айтем билду. Так что, будем наблюдать. Пока, в общем-то, линия у него комфортная, как ты уже подметил. Против Андерлорда стоять не так уж ему и трудно. Ну, вот Арктик Бёрна используем, дамажим противника. В общем, довольно много дэмэджа, мы видим, наносит это в интервью верно. Ну, и крипов стараемся также добивать. Линия здесь, в принципе, она будет спокойной, ввиду того, что, ну, вряд ли, вряд ли кто-то кого-то сможет убить. Если только зазевается у нас Андерлорд, он же Вэлло, тогда могут быть у него проблемы. А так, в общем-то... Ну да, он-то вряд ли кого-то убьет. Опять же, без колон-эмбрейса. То есть, наверное, просто будет уезжать. Итак, посмотри на топ. Вот эта вот интересная система получилась. То есть, себе же пытались разблочить отвод ребят из Дайер. И в итоге дали противнику возможность отводить. То есть, это была ошибка с их стороны, наоборот, надо было блокировать данный спот. Ну, тут, видимо, придется немного позерпеть сейчас стороне Дайер, ввиду того, что все-таки нужно дождаться первой ночи, тогда джаб станет чуть-чуть посильнее. Видимо, уровень 2, пока взял себе воид и вот думает, что же брать. Понадобится ли Сайленс, если вдруг начинается какая-то схватка, понадобится, конечно же, и Сайленс до четвертой минуты. Если драк не будет, то можно будет, в общем, один скиллпоинт пожертвовать на пассивку. Ну, убить здесь каким-то образом пака, ну, я думаю, что не представляется возможным. Судя по всему, играет под ником Мун на паке Нано. Так, вот мы говорили о том, что невозможно... Не зазевался, там Скорпион пришел и перетенулся с топа. Причем стоит вар, то есть знали, что Скорпиона нет, но, видимо, ждали его в центральной линии. Не ждали, что он врет именно в бот, но сейчас сразу должен быть ответный выход, и не хватает каких-то замедлений. Все-таки ты ходай первого уровня, не может дать ни какого-то там ликвида, чтобы до пора нанести, ни лед положить. Тяжеловато начинать, конечно, как-то здесь драку, чем-то инициировать, пока тоже непонятно чем. Надо даже на 4-4 минуты. Счастным факом надо. Или ночью, да. Ночью-ночью, Натисталкер даст воид, и потом может добегать и, в общем-то, пытаться уничтожать. Но вот то, что делают акцент на Винтерверну сейчас ребята из Рейдинд, это, конечно, неплохо. Так скажу, что это потом пригодится. Мало ли. Довольно плотно пробили. Это, кстати, может сейчас обернуться минусом для тех, кто пробил. Потому что пакт, он все равно арбуз выкинет. Урон все равно нанесет. Ну, он очень плотный. Я тут смотрю, Сапог, Мэджик Вонт. Да, и Визаж, и Луна уже потратили очень много маны. Вот подтягивается Флай Соло. Он здесь уже в 2 уровне, тоже на Сапоге. Пытаются выйти на пак, а Пакс реагирует. Ли дает шифта. Я-яй-яй, думал, что обманет Флай Соло, но Флай Соло в итоге на такую разводку не повез. Он просто подождал, когда фейсшифт закончится. Просто подкопал и сделали минус. Хорошая игра. Отличное исполнение Флай Соло на Санкинге. Пока ромит на карте просто великолепно. Ну, 4 минута будет начинаться прямо сейчас. И вот он джабс ускоряется. Есть воид, сразу тратит его на Флай Соло. Получает, Грейвчилл подтягивает. Сюда внезапно еще и Драгон Найт. Ну, вот такой вот стан. И четверо героев сейчас бьют просто этого Найт Сталкера и уничтожают. Ну, отличное смещение от Фира. Красавчик, ДК не растерялся. Хейст использовал. Сразу же наверх перетянулся. Команде своей помог. Ну, и выигрывается. Пока стадия ленинга, можно сказать, команды Рейдиант. Конечно, отчасти они не мешают тому же фармить на Медузе. Спокойно он это делает. У него топовые грибы. Да, все не мешают. Да, 32. 33 гриба. Без учета фрага был бы на первом месте. Атака, если ДК за счет убийства, немножко поднялся. Ну, и потеряли саппортов. Я вижу, сканы используют в центре. Пытались найти кого-нибудь где-нибудь. А саппорты просто ушли на базу Рейдиант и сейчас ТП-шатся в центр. Перезаряжают боттл для ДК. Очень многое будет зависеть, конечно же, от телодвижения Джабса. Как он будет раскрывать своего персонажа под покровом ночи. И уже пятая минута. То есть одну минуту ночью он пробегал. И не особо пока результативно. Но вот вниз пытается переместиться, найти какой-нибудь андерлорд. Андерлорд, видим, с хедресса. Есть хилинг селф. Убить его не так просто. У него тут даже, даже вот сейчас, потеряв львиную долю своего здоровья, имеется 600 хитпоинтов. Пробить нереально практически. Ну и Джабса вынужден идти куда-то в центр, наверное. Может быть, в центре получится что-либо сделать. Там флай соло снова развлекает муши. Ну и здесь, наверное, тоже ничего не получится. Ну непонятно, кого убивать. Непонятно вот как действовать сейчас Джабсу. Приходится вообще перемещаться на свою начальную верхнюю линию, где он, в общем-то, и стартовал. Там, возможно, будет получше. Ну и помощь просто Паку нужна. Паку фармить особо не дают. Все-таки мы понимаем, что герой с эскейпом. Убить его сложно. Ой-ёй-ёй-ёй. Вот так вот. Подрезал. Подрезали. Неплохо. Да. Вот убить Пака сложно, но тем не менее фармить ему тоже хочется. 23 на 4 Крипстат всего лишь у Нано. И блингом-то и не пахнет так. Ну теперь у него атака пошла на Джахир. В боем против троих решили подраться здесь. Радиант. И неужели получится? Ну, Висач должен отъезжать. Висач использует Fairy Fire. Ninja Boogie тоже погибает. Размен один в один. У вас вопрос, спасется ли Луна. Луна старается отступить. Fly Solo рядом. Fly Solo подкопать будет. Нет, Луна падает. Подкоп все-таки есть по Паку. Но дэмэджа, скорее всего, не хватит. И надо уходить. Эту драку выигрывают. Скрин. Но, к сожалению, драку они проиграли. Далеко по Чизель, что ли? Не, не было особой нужды. Вот так вот вдвоемно подать на троих. Когда Скорпион только говорил, что перетягиваюсь. В итоге отдали и рейндропов заряды. Отдали Кор героя. Опять же, не фармит. Дали очень много экспириенсы Паку. Взял пятый сразу. А когда появится шестой, то начнется другая игра. То есть один из тех героев, которые здесь будут с шестым уровнем решать. То есть от того, что есть у Night Stalker или нет Night Stalker, шестой уровень, почти ничего не меняется. Для него, по крайней мере. То есть, но еще он и так хорош, и так хорош. А вот у Пака с шестым уровнем будет совсем другая история. Потому что можно где угодно, какими угодно героями, особенно Медузы, нападать. И мешать. Потому что ты ставишь Dream Coil, подходишь со Stone Gaze. И ты либо рвешь и получаешь стан, либо застываешь в камне. Добавим сюда еще и Winter Viver, но под этот самый Dream Coil. И комбинации могут быть вообще волшебными. Для Dire, если рейденты будут подставляться. Рейденты вновь идут в бой. Прям под вышку. Под коп очередной бим. Залетает Ninja Boogie. Solo Assumption. Много слишком урона, конечно. Но Шакира пережить не может. Подтягивается вот теперь Winter Viverna. И посмотрите, как больно Луне. Это фраг. Первый фраг от Winter Viverna. Дальше. Использует Winter's Curse. Воид кулдаун. Да, но спускай с нового героя, но висит, что должно бывать. Сейчас будет Воид, да. И его добьют. Пожалуйста, даблкил. И вот пак почти шестой с этого всего. То есть далеко от Чези, на самом деле. Хотят затронуть всю тему. Ухождение в сложную линию. Такой вот. Триплой. Которая не может адекватно откидываться скилами. Тут, в которых нет без Эйба. Которые не могут вплотно задоминироваться. Ну, то есть визаж Луна. Звучит не так и дурно. Много урона. Какие-то полезные скиллы. Но у них нет возможности цепануть и убить вдвоем. То есть, знаешь, это не какой-то там Джигернал, а Шедушаман. Никакой-нибудь там Урса плюс Станы. Это вот, ну, они просто могут здесь фармить. И это все приводит к тому, что вы не мобильны. Вы на сложной линии. И любой приходящий герой завязывает драку, в которую вам тяжело убежать. Потому что линия еще постоянно пушится из-за Луны. Которая качает Глэвы. Ну, есть такой момент. Да, в какой-то момент, может быть, еще и сами поспешили. Все-таки вот тот размен 2 в 3, который они спровоцировали сами, привел к неудачному для них размену. Плюс дальше Винтерверно подтянулся. Вторая драка подряд была проиграна. В итоге 5-4 станет за счет. Хотя начало было 3-0. Ну, и атака снова пошла на верхнюю линию. Постараются убить сейчас Пака. Ну, вот уже под формой Драгонайта получается сделать. Но вопрос, что будет делать дальше. Ice Ice Ice. Сплинтер Бласт подрубил. Старается хоть как-то спрятаться. Потеряли Вижн. На него сейчас Радиант. Но все-таки стараются найти ВГ Юнити. Винтерверно. Неплохо мансит. Стики есть. Стики используют. Есть Сплинтер Бласт. Можно использовать. На Винтерскерс просто не хватает маны. Можно было бы качественный Винтерскерс, конечно, дать. Получает стана ДК. По итогу это подкоп. Это Брэсфайр. И это очередной минус. Два фрага. Сейчас на верхней линии. Можно их буш убить. Огреет. Слевает нажать. Он есть. Конечно, эти все милишники довольно сильно проседают из-за этого. Продолжать не стали. Пак потянулся. Был Дремкоил. Но пробить вот таких толсточенных Андерлорда и Драгон Найт не представляется возможным на данном этапе. Дэмэдж у Медузы с руки маловато. Но пока и вовсе после прокаста ничего не будет. И, соответственно, дальше не пошли. Но вышку в центре потеряли Рейдиант по итогу. Я так понимаю, что Нинджа Боги здесь активно этим занимался. Второй Ликвид Файр был. Ну и Тавр в копилку достается как раз таки Минески. Ну пока так. Так вот. 7-4. Вроде бы где-то пытаются на верхнюю линию больше надавить. Ставит другая команда. Но пока давят там. Упускают из виду Медузу. Упускают в каком-то моменте пуш своего Тавера Рейдианты. И где-то есть проседания в общем в других линиях. Стоит это недооценивать. Ну и что там в Интерверне? Ну вот так. Тот самый Сол Ринг. Перчатка и, конечно же, Медас. Но вот не меняет своему айтем билду. Не изменяет своему айтем билду. Айс Айс. Придерживается его пока. Я бы тебе сказал, что он еще очень недурно фармит на таком герое. Опять же, то есть базовый урон такой себе. Каких-то вещей, насколько всякие, кроме перчатки, он не покупает. И все равно справляется с крипами. И здесь, и там, и всех успевают убить. И леса подфармливает, и на ганге смещается. То есть использует его. Приятно. А не просто фармит где-то там. В надежде на будущее, когда появится 6 слотов. Ну, здесь вот, конечно, большую роль играет в ее фарме наличие соло-ринга. Потому что фактически у тебя маны бесконечные. Ты бесконечно можешь использовать свой сплинтер-бласт. В счет сплинтер-бласта, конечно, ты эльвиную долю крипов, ну, при грамотном контроле будешь забирать. Отсюда фарм идет, и отсюда вот как раз-таки и Медасик нарисуется. Вот сейчас уже на 11-й минуте Медасик есть. И что-то мне подсказывает то, что не особо-то в EG Unity следили за тем, что там Минески придумали за эти два дня. Потому что как-то на эту Винтерверну они не обращают вообще внимания. Один разок они ее убили на Феррозблат, и все на этом. Теперь Винтерверна делает все, что хочет по карте. И пушит, и приходит на топ, старается там кого-то убивать. И получается это сделать даже. Ну, посмотрим, во что это вылится, конечно. Но у меня плохие новости. Винтерскерс. Внезапный Драгонайт, конечно. Прям совсем внезапный. Ну, да, зачем? Можно было просто отойти. Хотелось подраться, что ли? Я не пойму, что такие докладыши жмут. Прилетел ДК, жирный со стикой. Прилетел Андерлорд. Там с рейндропами, со стиками, с чем только можно. Тоже крайне жирный. 1300 хп, но это вообще не смешно. И вот Винтерверна такая. Сейчас подеремся. Винтерскурс, поехали. Не, ну пока да. Пока, конечно, дэмэдж выглядит смешным. От Винтерверны. Но в будущем. В будущем. Вот я Артик Берн смотрю. 9% сжигания здоровья в секунду. Плюс потом покупается Аганим. И вот эти толсточенные герои не будут такими толсточенными. И будет сжигать одна Винтерверна. Причем довольно сильно. Там Скорпиона поймали. Флайсоло забежал. Кроется, как на скан. Нет, он просканил. Поднимался, значит, на Медузу. И оказалось, что там не одна Медуза, а 4 героя. Ее удалось догнать и убить. Да, у Медузы, кстати, при этом тоже все хорошо. Топовый надфорс. Причем отрыв какой-то прям дикий у Моши. Где-то он столько денег набрал. У него 6000 золота. У Драгонайта всего 4700. У ближайшего преследователя, то есть разница 1200 голды. На самом деле вот такой вопрос. То есть задумка, как мне кажется, Рейдинг. То, что они сейчас соберутся и нажмут. Мека Андерлорда, форму ДК и поедут. То есть вот у них будет пятерка такая плотная героев. Баф луны. Какой-нибудь визаж может быть с книги шестой получит. Если он ее еще не потратил. Вот. И они просто пойдут ломать. И типа пока у противников нечем дефать. Вот возник вопрос. Когда они все-таки соберутся и удастся ли им сломать? Ну пока то, что я вижу, визаж четвертый уровень. Даже не пятый. А это 13 минута. Это самый низкий левел на карте. Просто если книга у них есть. Я не могу посмотреть. Не отображается, почему до сих пор это не пофиксили. Но если книга у них есть, то гипотетически можно сделать его шестым. Кстати, сейчас Сандр этот... Найтсалкер возможно еще Курьера подрежет, если увидит. Это было бы совсем неприятно. Но по-моему Драгнает что-то знает. Но увидит, 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 увидит. Вот сейчас видит и может перехватить. Давай, давай, давай. А, по-моему, запутался немножко Джабс. Но у него есть взлететь. Ему надо сделать удар и долететь до Курьера убить. Опять же, Курьер вроде как Бурс потратил. Да, потратил. Ну, не знаю. Посмотрим, удаст ли это сделать Джабс. Сейчас перехватить Курьера. И он бегает на 70 быстрее под Фейзами. То есть он должен догнать его. Должен убить. По идее, да. По идее это минус Курьер. Потому что Курьера здесь, ну я не знаю, как спасти. Если только будут им контролить, как-то сманеврирует один из игроков. Опять же, фишка на салки, что он сейчас летает. Вот эти вот 2 секунды достаточно, чтобы сделать с его скоростью атаки 2 тычки. То есть этого хватит, чтобы бить Курьера. Давай сейчас посмотрим Джабс. Итак. Расконтролили, да. Вот лучше бы они не трогали Курьера. Лучше бы не трогали, да. Он действительно сильно запутался, но... Но Курьера убил. Все правильно. Ну и похоже у скрина таки останется четвертый уровень. Пока, во всяком случае. Главное не подставиться под Джабса и под Айсайсайса. Можно погибнуть. Но тяжелая ситуация, тяжелая ситуация. Курьер ты не пойдешь с такими левелами у суппортов. Санкинг вот только-только взял себе шестой. Его тут же убивают. В чем он копнул. То есть он напал первым зачем-то. Не откопался, не убежал. Просто пошел в атаку. Так себе получилось. Просто так себе. Айсайс вообще теперь нижнюю линию не покидает. Здесь Вижен у Рэйдиант нет. Непонятно, кто за спиной Винтера Виверны. Непонятно, одна она или нет здесь. И как-то даже вот прям тяжело выходить. Вот смотрите. Приходите до Луны. Получает сразу Сплинтер Бласт. Удар из Артик Бёрны. И Луна просто разваливается. Но 66 хп остается. Винтер Скиорс должен добивать Джабс. Джабс добивает. Еще и сам выживает. 30 хп остается. Вау. Что сейчас сделали Тайер? Они просто в наглую вдвоем напали за вышку. Сделали минус. И при этом никто из них не погиб. Из важного они еще стянули ульт Андерлорда. То есть у них сейчас двухминутный интервал. В котором можно сплитпушить. В котором можно что-то придумать. Потому что противник не может быстро перемещаться полной командой. И вот пак уже смотри. Прям начинает. Прохорошивать первышку в топе. Надо ускоряться нано. Нужно забирать свои деньги. Нужно забирать свои артефакты. Например Вэл. Ты понимаешь, одним из первых артефактов у него появится. Да. Ну и тут помогать будет конечно Джакеру. С третьим Ликвид Файером. Уже естественно пуш потенциал. Большой. И можно этим пользоваться. Ну вот так аккуратно товар будет падать. Ну вот не знаю чем заниматься рейтинг. То есть собираются конечно на нижней линии. Вот может быть сейчас нам проявят тот самый пуш. Кстати говоря Луну-то в инвизе. Встречают сразу пришедшегося Найт Сталкера с помощью ультимейта Эклипс от Луны. Цепляют еще и Винтер Виверну. Тут Артик Берн. Айс пытается уйти. Артик Берн. И подкоп получает. Неужели погибнет здесь? Да. Стан на стане Станом погонять. Неплохой расказ конечно выдает баг. Но этого демиджа просто не хватает. Андерлорд всех сэвит с помощью Мекканзма. И Джакеру вроде бы тоже тут раскастовался. Он приходит Медуза. Медуза все может исправить в этой ситуации. Двух героев уже положили. Луна запуталась. Стоит два. Т1 фуловая стоит. И в итоге даже Мека не спасла. В сериале. Два в три получается размен. Даже хуже для Рейдин получилось. Хотя начинали очень здорово. Два быстрых минуса. Но в итоге потом застряли. На чужую территорию. Ну подытожим. Вот он выход. С Меккой в пятером. Через форму ДК. И не пошло. На этом игра закончилась для Рейдинтов. Думаешь я к Рейдин? Можно даже не смотреть. Ну да. Все. Извините. Не очень много попыток есть. Чтобы выиграть. Максимум еще одна-две. Ну я все еще хочу, конечно, увидеть раскачанную Винтеру Верну. Пока это будут лишь только молнии. Следующим артефактом обычно, если сайт, приобретает себе Хирикейн Пайк. Через Драгом. Здравая идея. Очень здравая. Тут на самом деле есть такая проблема еще у данного героя. Что ты не хочешь ранний аганин собирать. Потому что слишком большой менажер при включенном первом скелье. И вот хочется какой-то там бутсоун, не бутсоун сверху. Или уже иметь большой уровень. Просто без других артефактов. С интеректа. Чтобы как-то зарегенивать. Поэтому очень актуальный ульт. А при этом, точнее, аганин собирать его рану не хочешь и не можешь. Пытался в соло убить Луну сейчас в Винтеру Верну. Немножко не получилось. И вот Колдом Брейс. Но, по-моему, это смерть все-таки будет. Ошибается, если сенс. Герои подтягиваются в смоке. Они, может быть, хотят что-то сделать. Уже в Луну. То есть они же караулят ее на шране. А она не пошла. Ну вот это была попытка показать, как делается соло фраг. В общем-то, от Винтеру Верну. На любом герое. Посмотрим момент, потом к этому вернемся. Нинджа Боги встречает сзади мукропиры. Айс пас. Рассказ по менталям минус Луну. Ставит стримкоил. Тримкоил разрывает скрин. Видимо, ему уже не спастись. Это минус 2. И вот размен такой на Винтеру Верну получил. И опять же проблема-то как раз таки была в том, что не хватало здесь эндерлорда, а он сделал телепорт на крипа, которого убили. И в итоге он не прилетел и кулдаун ульцит. То есть вот здесь вот. И на вардах это случилось, то есть его прекрасно видели. По итогу команде он своей помочь не мог. Мека не была использована как надо. Так вот, как убивается, в общем-то, герой от такой Винтер Виверна. Вот именно с такой раскачкой. То есть вы начинаете залетать спринтер-бласту через крипов, продамаживаете противника. С Арктик Берна стараетесь его пробить замедляя и убивая с руки. Как только видите, что ваши дебафы закончились, демэдж спринтер-бласту, соответственно, тоже уже был использован. Ты кидаешь Винтер Скерс, крипы подходят, которые были рядом с противником, к герою. Ты ждешь, когда откатывается спринтер-бласт, и потом еще одним спринтер-бластом добиваешь. План вроде бы должен быть таким, но у АСС что-то немножко не пошло вот в том моменте. Я думаю, нам еще раз продемонстрируют, как это все-таки нужно делать правильно. Скорпион, видите, пошел экспириенс воровать. Драк здесь вроде бы не получится. Ему надо быть аккуратнее, потому что на отходе он может зайти в область действия сендрей. Так, так, так. Моргает. Чендайр, видишь, сканирует территорию, тоже не знают, где враг. Угу. Видит только ДК сейчас. Синькинг сам боится, конечно. Не блинкдаггера, ничего ты даешь под коп, и ты, скорее всего, в этой же драке остаешься. И тебя просто плавненько перемещают в сторону таверны куда-то. Враги. Поэтому посмотрел, команда не подоспела, никто не подтянулся на убийство в интервью верно. Все решили заниматься своим собственным делом. Просто фармить, соответственно. Ну, совсем бедный уж скрин. Просто посмотрите, 20-ая минута. Денег, конечно, много, но артефактов толком нет. Не, ладно, скрин, то есть он пятая позиция вроде как, или четвертая все-таки, как он себя здесь позиционирует. То есть как герой, я бы сказал, что здесь визаж с пятой был бы лучше, чем скорпион с пятой. Ни у того, ни у другого нет денег. Санкинг покупает парды. О, да, и просто если смотреть так, то скорпион явно должен был иметь больше. Короче, кто-то из них должен был что-то иметь. Ну, тут, в любом случае, визаж он полезный, когда он шестой уровень. Открепен, полезный, когда у него там даггер какой-то появляется. Ну, то есть он полезный и до этого, но даггер он сильно полезнее становится. И поэтому было бы правильно выдать ему время для фарма этого самого даггера. И у Флэйс Олл настолько нет денег на этот даггер, что вроде уже 20-ая минута, вроде давно пора уже. Все запроты даже сейчас выфармить в таком времени свои даггера. У него тысячи не хватает. Сильно много не хватает еще. Но в то время, если мы сравним, например, с саппортами Дайр, то увидим у Джабс уже готовый Солар, например. А у Нинджа Буги, ну, вот, Форстах намечается. Неплохие артефакты, я вам скажу. И левел А тоже очень приятные. Да и в целом не тушуются. Мы видим Дайр. Они, в общем-то, если хотят, они кушат. Они ставят очень агрессивные варды. Обратите внимание вот на этот вард, который уже был установлен где-то вообще на чужой базе. Ну, чтобы Джабс мог комфортно перемещаться. И, там, не знаю, Курьеров перехватывать, например. Тоже очень вард полезен. Так, ну и вот намечается у нас какая-то схватка. Здесь загуляли Андерлорд с Сенкингом. Дримкоилом цепляет пак лишь только одного. Андерлорда стараются взять. Андерлорд Мекку использует ультимейт. Его, скорее всего, уже не остановить. Он будет спасен. Надо перемещаться вниз моментально, потому что там пуш. И, да, Муш видел все эти ТПшки. Пожалуйста, он гейс. Ой, какая раскачанная ТМИ дозу. Я обратил внимание на его айтем билд. Да, очень много имеет. И вот Скорпион, опять же, без даггера сейчас. Когда уже должен быть. И не смог цепануть, не смог продолжить драку. В итоге минус 3 телепорта, минус форма ДК. И это то вот те ульты, то время, которое надо реализовать на пуш. А они в итоге вот сломали 2 тавра. Один даже в топе. И это не то, что они хотели бы видеть с таким пиком. Хорошим должен захватить доминацию, сломать 6 таверов, забрать Рошана. Пробить где-то хайграунд, сломать Шайны. И наперевесить там в 20 тысяч голды заходить на хайграунд. Ну это в идеале. Сламинировав и так далее. Да, они вот проиграли 2 линии из 3. У них очень все плохо против медузы под героя. Потому что все-таки Луна, ну она хочет вблизи подходить. Бить ДК тоже там. Не совсем часто в рейндж форме находится. То есть есть драки, где он милишник. Скорпион милишник, милишник, андерлорд. Птички тоже в мили подъезжают. То есть для всех для них медуза проблема. Кость в горле. Ну и остается так, судя по всему, просто подфармливать. И ждать ошибки противника. Потому что чем пока заниматься непонятно, пушить вы уже не можете пойти. Потому что вы просто элементарно слабее. По лвелам. Слабее по артефактам. Вас просто задавят пятеркой. И ну вот. Так, так, так. Там ДК в топе нажал Shadow Blade TP-out. А пак сбил. Ну а толку? Не видят, но я тебе не видят. Я не знаю, что ДК без маны. И без TP-шки где-то в топе. Просканировали, не нашли. Но суть в том, что сейчас, пока вы знаете, что он где-то там. Можно пойти пушить. Все ли готовы для пуша? Я вижу, лучше манта появилась. Ну или на Рошан. То есть куда-то можно заходить. Потому что ДК вот. Вы точно знаете, что он в это время не способен драться. И щекицы дают скрин. Под дискордом очень плотно они отлетели. Да, и видишь, сразу выход. Грамот? Грамот от игровой минерс. Надо разобрать зашипко. Красиво. Красиво сыграно, действительно. С молниями. Заходит уже в интервью верно. Джокера впитывает. Форстафы, безусловно, имеются. Солоры имеются. Довольно быстро Рошан падает. Ну и муши мы видим. Манта Стайл, Ликен Сфера. Все это на 23-й минуте. Даже раньше чуть-чуть появилось. Аегис ему дают. Как убивают здесь муши. Даже одного элементарного муши я не представляю. Потому что это, ну мне кажется, практически нереально сделать. Сейчас Аегис ему бить дважды. Вы можете потратить эпицентры. Если нет хотя бы одну сбейку, чтобы зарезать ману, то его и не убьют никак. Ну да-да. То есть вы можете потратить, конечно, эпицентр, стан ДК, весь эклип. Посадить в Медузу и, скорее всего, вы один раз его заберете. А потом Аегис. И он поскреет. На самом деле, Ликен Сфера Манта Стайл, может и не заберут даже так. Даже так. Да, он очень жирный уже. Но этим нужно пользоваться сейчас, конечно. Дайр, они еще ждут каких-то артефактов. Ну и пока аккуратно пытаются сломать последнюю внешнюю вышку. На верхней линии. Но этим пользуются, конечно, и Рейдинг. Тоже стараются как-то сплитпушить, выиграть немного времени. Не знаю, поведутся ли на это сейчас Дайр. Сделают ли они ТП или все-таки продолжат гнуть свою линию. Топ. Вопрос принципиальный. Mask of Madness приобретает себе уже дальше. Айс, айс, айс. Мощно. Очень мощно. Ну и по итогу Рейдинты вынуждены были возвращаться на верхнюю линию. ДК сейчас будет инициировать Shadow Blade. Тут три героя всего лишь у Тайр. И постараются очень быстро Винтер Верну слить. Винтер Виверна вроде бы как спасается. Стаунгейз, Дартик Берн. Отстреливаются. Приходит Андерлорд еще и с Луной. За спидом будут заходить. Могут быть большие проблемы у Айс, айс сейчас. Но Медуза стоит. Мне с Медуза нужно расправляться. Ну вот такой Виттерскерс. Эклипс уходит никуда практически. Падает Dragon Knight минус Сенкинг. Да еще и Джокер тут не так просто забрать на самом деле. Грейв Чилл. Но он сейчас будет метелить его втроем. Там Медуза спины раздает. Подтягивается и нано. Дримкоил по троим. Падает у нас все время в четверку уже Рейдинт. Ну и в общем-то и пятый герой тоже отправляется в таверну. Это минус пять. Тимвайп и Тайр. Ну таким образом, если уж и не точку ставят, то намекают на это. Ну я не понимаю, почему нет ГГ. То есть вот наглядная драка показала, насколько они драться, как бы сказать, пять в три, пять в четыре. Вот и они не убили никого, кроме ТХД. То есть саппорта. Со всеми вултами, со всеми чем только можно было. Ну, Эклипс, откровенно говоря, конечно, был плох. Абсолютно ни по кому не попал. Да, вот ГГ. И нажимают ГГ. Давно было пора. На самом деле вот эти вот пики через Эмберлорда, они слишком такие, знаешь, без вероятности. То есть ты либо выигрываешь сразу, либо уже сразу проигрываешь. То есть очень мало аутов, когда у тебя герой такой-то в Эмберлорде. Ну что, стратегия Рэддиант провалилась. У Дайр сработало все как надо. В общем, ну что, Медуза от Муши. Ну вот, Винтер Виверну, Флейн. Я не знаю, пока это работает. Пока это работает в всей регионе. Насколько дальше позволят Минески набирать таких персонажей, мы посмотрим, конечно. Но в Эгг-Юнити скрину, во всяком случае, нужно что-то придумать. Потому что, проиграв следующую карту, он вылетает с этого минора. А я думаю, что ему бы не очень-то хотелось. Пока ни одной победы, по-моему, в Эгг-Юнити еще нет. Я имею в виду, где-то в плей-офф стадии или в формате Best of 3. Только в Best of 1 он выигрывал. Вот, поэтому нужно будет подсобраться. Дайр молодцы. Рэддианты пока не очень молодцы. Но есть еще вторая карта и, может быть, даже будет третья. Поэтому есть смысл прерваться на паузу, друзья.